так что нас сегодня много всем привет вчера сегодня обзор протокола ipv6 расскажу чуть-чуть честно скажу что это для меня самого новая технология пытался разобраться там несколько вечеров потратил очень все что узнал все сейчас выложить да вроде пишет вот в общем наверное сегодня будет чисто теория так поговорим чуть чуть просто ну как обзор на следующий раз поговорим про расчет адресов и поговорим про практику в общем про то что и адреса заканчиваются было уже известно очень давно еще там 80-х годах начали понимать что уже существующего существующего количества ipv4 адресов не хватит на всех вот уже начали задумываться о том что надо какие-то новые технологии придумывать надо что-то с этим делать вот начали создавать уже как-то консорциумы придумывали айпи и другие версии 5 было айпи но я придуманную для передачи видео и еще каких-то ну экспериментальной версии и протокола поэтому у нас вот 4 потом вот сейчас 6 используется потому что ты уже как бы была ну вот как свиньбус 8 а потом сразу 10 да да такая же фигня вот не на 5 вроде где-то был по идее пятая версия протокола вот что на самом деле про ipv6 как-то очень так довольно мало известно но вот просто потому что он еще как бы вроде уже стандарт есть да уже много какого оборудования много оборудования используют но очень-очень все это медленно развивается просто по сравнению с тем что я вот здесь привел графика потребления айпи адресов и сколько человек у нас здесь вот график с 2007 года по 2012 количество пользователей интернета увеличилась с 115 22 27 миллиона человек на то же самое а наверно миллиарда да ну вообще там там была статистика там написано было биллион у нас такого нету это это меня окей спасибо за подсказку вот миллион у меня буквально стоит на рамеля все таки вот в общем и ну там за пять лет получается он где-то в 33 раза почти там в два-три раза увеличивается количество здесь что интересно на самом деле можно посмотреть что в сша на самом деле не сильно увеличилось количество человек да но относительно о чем не рисует подожди сейчас разберусь и на том экране техника о если суть сейчас секунду да правильно ваня сказал потому что там изначально было большое количество пользователей и изначально еще очень интересно потому что сша по стандарту как у нас стандартно так когда человек подключается к интернету ему удается серый а пишни ну как бы белого там хрен дождешься там тебя сразу за нас сажают и все вот у них причем у них белый стандарт удается лишь не просто да до сих пор ну правда сейчас уже начали появляться серые куда ну по крайней мере насколько я вот читал информацию про это все дело до игры что у них блин все настолько хорошо что вот у них белые педреса мы еще про это чуть поговорим дальше но смотрите латинская америка где у меня указатель есть поля в два раза увеличилась здесь совсем чуть-чуть здесь два раза в азии вот вообще капец да получается что сейчас же еще идет рост мобильных мобильных технологий все планшеты прям телефоны все 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 хотят айпи адреса себе да все находятся постоянно онлайн там как все многие да там кто не бережет батарейкам не жалко все онлайн соответственно айпишники всем нужны вот у нас получается 63 процента вот такую цифру я видел что постоянно онлайн телефонов вот первых айпи в 4 адреса уже закончились двенадцатом году все бы был выдан на последний блок адресов все можно считать что их уже нет еще очень интересная вещь что различные интернет провайдеры мигрирует на эти в 6 раз в различное время просто дело в том то что многие ну как бы для бизнеса миграция на ipv4 это не ну как сказать а на ipv6 до на ipv6 миграция для бизнеса это не приоритетная куда вот когда тис админ говорит давайте закупим новое оборудование которое будет поддерживать и пиво 6 я там принесом месяц потрачу на настройку ему директор просто битта на хрена мы от этого что получим у нас прибыль там два раза вырасти да или что зачем нам это вкладываться поэтому компании тормозят многие тормозят просто из-за того что кто-то не хочет покупать железо кто то говорит что мы подождем нам пока это не надо да там получается очень-очень все это медленно сейчас происходит и даже чтобы вытрясти там из своего провайдера там ipv6 надо звонится долбиться там чтобы они где-то кто-то пол кто-то из провайдеров говорю что мы там тестируем у себя кто-то говорит что мы даже не тестируем мы не собираемся там да ничего делать с ipv6 и в общем беда печаль зачем вообще нам нужен на пиво 6 до конденсата копий адресов мы уже поговорили а пиво 4 подписать в 4 текущие адреса ужас распределены именно про то что я хотел сказать что в америке у них выдаются белые пишнике когда все это начиналось ну развитие интернета айпишники выдавались так на тебе большую кучу делать там чё хочешь ними и потом на интернет фунда интернет на ким-то институтом еще каким-то таким большим организациям до выдавались огромные блоки которые соответственно никто не хочет возвращать адресов даже если они там половину даже не используют все равно от них не добьешь ничего пытались там в каких-то годах не буду рад не помню точную цифру каких-то годах пытались сделать протокол который будет говорить сколько неиспользуемых адресов там есть у потребителя того да но конечно это не пошло в дело потому что особо никому не надо просто вот соответственно постоянно появляются новые сетевые устройства даже не то что мобильные час уже интернет вещей там до которые там сетевую розетку можно в эту же реальность наши да когда уже в утюг что-то можно воскнуть там уже холодильники там интернет подключается микроволновки уже всем хочется управлять там электро розеточки с управлением правильно что всем блин все все хотим над над технология мы в прошлый раз про нее говорили даже два раза говорили вот технология которая была призвана ну не решить но отсрочить эту проблему до проблему заканчивания пиво адресов то что ну примерно все представляют надо что такое там один белый опишник за на там там все серые было придумано очень много чего может дальше поговорим про это там у нас был придуман двойной над над который называется так вот кстати первый раз увидел такое название сейчас над три четверки это называется двойной двойной над альтернативное название сейчас над выступает как тормоз инновации дал про то что я как говорил что у нас надо больше проблем чем каких-то решений в том плане что ну блин у нас сейчас все работает нам не надо ничего менять руководство не понимает что там что при новые технологии появляются даже надо все это внедрять айпи в 6 адресов смотри мне нравится здесь формировку формулировку и себе сохранил адресов в 6 версии протокола и столько что и хватит для выделения каждому атому на нашей планете еще останется на сотни таких планет там их хреновая туча этих адресов достоинства и пиво 6 почему надо еще внедрять айпи в 6 смотрите айпи сек по умолчанию то есть реализуется на уровне айпи протокола то есть если сейчас у нас там шифрование ссср что там еще еще там что то но это как бы она получается более верхние уровни да вот здесь уже в этом нативная технология и поддерживается замечательно упрощенный заголовок заголовки мы еще поговорим но вкратце заголовок у айпи в 6 адреса меньше там меньше полей чем в пиво 4 соответственно на обработку всех этих заголовков если твои пиво 4 там огромное количество там маршизатор тратит время процессорные процессорное время рядом да он он пытается в каждый в каждую поле заглянуть да и как-то его обработать здесь заголовок меньше соответственно меньше полей меньше времени тратиться на обработку и за счет того что заголовок в айпи в 6 адресе меньше чем в айпи в 4 при том что сама длина адреса увеличилась 32 бит до 128 до полностью заголовок увеличился только в два раза 20 бит до 40 сейчас мы поговорим про это дальше ну поподробнее мобильность мобильность имеется ввиду здесь мобильность айпи айпи мобильность в том плане что есть технология честно не до конца с ней разобрался даже вроде как были попытки реализовать это в айпи в 4 в том плане что вы можете с одним и тем же айпиш ником мигрировать из одной сети в другую и он там будет все понимать айпи в 6 это там более круто реализовано вот но наверное вам лучше скину ссылочку можете почитать сами поподробнее потому что но это там вообще мозговыносительная тема честно скажу ну вот в общем есть такая технология до что получается вы с одним и тем же айпиш ником можете просто перемещаться между разными сетями получается так вот адресация пиво 6 размер адреса увеличился до с 32 до 128 айпи в 6 вот такое вот большое количество адресов я не знаю как это читать честно скажу я себя даже нигде не сохранил здесь вот в общем смотрите на адрес у нас если у нас пиво 4 адрес назывался как нотация была точечная десятичная нотация да то айпи в 6 называется двухточечная 16 личная каждая цифра вот это вот это 16 личное число но увидите да уже вот циферки а здесь смотрите еще что здесь получается чтобы нам все это не расписывать получается ну как у нас здесь если адрес айпи в 4 там да например 192 168 10 у нас каждая эта циферка здесь получается нас восемь бит 1 байт да есть очень в общем нулей будет не не хочу там считать не суть 3 4 5 6 7 8 то есть 8 циферок если здесь разбивать здесь будет пипец сколько цифр здесь вот каждое вот это вот значение содержит 4 циферки себя да вот здесь вот нолик здесь будет четыре нолика соответственно 4 4 4 4 бита до почти 4 значения значит у нас получается здесь причем не называются как-то ночью можно пока называть актеты да здесь значит получается в одном актете у нас 16 бит веса и соответственно с таких 8 групп всего а в группа до 8 групп 1 2 3 4 5 6 7 8 8 групп по 4 16 личных цифры в каждой вот для чего это было придумано просто для более удобного ну чтобы нагляднее смотреть дальше начали думать что как бы так сделать что у нас есть нули и от них можно избавиться внутренние 0 отбрасываются вот видите у нас здесь три группы 3 и они просто взяли так вот и сложились мы пишем два раза двоеточие ответственно чем это удобно это удобно тем что компьютер просто знает он знает что у нас должно быть 8 групп всего до соответственно смотрит такой такой один два три 4 5 и такой хопа всего пять групп а здесь у нас двоеточие соответственно значит здесь у нас три группы по и все нулевые понятно вот да хороший вопрос если у нас в двух местах две группы то мы можем объединить только одну группу потому что если мы объединим два раза то у нас возникнет неоднозначность не падали не понятно где у нас сколько будет нулей соответственно нельзя отбрасываются внутренние нули только вот в одном месте в одной группе не знаю я я думаю даже что скорее всего логично было бы предположить что там где больше нулей вот не задавался этим вопросом в себе дальше вводные нули отбрасываются вводные имеется ввиду нули которые стоят в начале вот этот вот ноль например вот этот вот ноль соответственно вот у нас получается здесь у нас осталось 3 dbv 0 db 8 то есть этот 0 отбросился более сокращенная запись получается более запись которую можно запомнить дальше что еще интересно у нас если в 32-битном в ipv4 у нас были маски маска под сети рисовалась десятичном виде да мы могли написать ну адрес потом 255 255 255 255.0 соответственно здесь в ipv6 такого нет у нас маска осталась только в нотации сидр то есть сидр не который сидр а в смысле вот такой вот как он пишется сидр вот такой то есть слэш например шестьдесят четыре вот такой нотации ну он есть как бы в ipv4 маска никуда в принципе не пропала да но блин это слишком много как он будет писать видимо цифры и оставили вот такой через дробь записывается сама маска а ее ширина и так называются прежде всего существует единичка так дальше чем там нас дальше дальше у нас идет как все это рисуется смотрите чтобы на если в url мы хотим это указывать соответственно мы берем просто это значение нашего адреса в квадратные скобки чтобы было понятно если ходить не проголом мы должны понимать ну как бы уже и пиво 6 он уже вот он уже внедрём да у нас блин он уже везде есть даже даже на маках он есть же везде все 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 уже поддерживать да да соответственно это все уже должно быть порт интересно да что порт у нас указывал так вот ну после с квадратной скобочки двоеточие ставится и номер порта вот ну ну это логично предположить что что оно будет так дальше терминология так как протокол чуть-чуть другой соответственно него чуть-чуть другие есть название ну но вот или но да или узел это понятно осталось еще до что это и роутер и хост native и dual стек такие понятия появились native относительно протокола пиво 6 это называется сеть которая поддерживает только пиво 6 ну то есть нативно на пиво 6 адреса dual стек это ай пиво 6 и ай пиво 4 то есть мы же когда мигрируем на и пиво 6 мы да да ну то есть мы можем построить заново сетку там на 6 адресах да но соответственно там есть какие-то промежуточные состояния там есть целые огромные там такие талмуды правильно мигрировать на пиво 6 адреса вот соответственно у нас все равно есть бывают такие состояния ну то есть как он в любом будет если мы мигрируем да будет такой сцене когда будет и 4 и 6 адреса да одновременно соответственно у нас будет dual стек идентификатор интерфейса это правые 64 бита адреса которые определяют узел сети то есть если у нас адрес но всего 128 до который состоит вот так вот из двух частей может сказать сейчас нарисую то есть здесь 64 бита и здесь 64 вот эти вот правы 64 бита это идентификатор интерфейса то есть идентифицирует именно хост то есть ну то есть не хоста именно интерфейс здесь у нас указывается ну там дальше я еще покажу про построение ай пиво 6 адреса да здесь может быть параметры которые там указывают нам сеть у нас еще там что-то вот здесь уже именно то что относится к именно интерфейсу именно 64 бита не здесь идентификатор зоны тоже совершенно новая штука применяется для чего для link local адреса смотрите у нас есть да вот наверно было сначала про адреса поговорить что у нас есть ну link local адреса вы представляете да там они были в ipv4 в принципе и в ipv6 они остались адреса которые на интерфейсе link local адреса у нас могут конфигурироваться автоматически локальный адрес на интерфейсе если у тебя нету dhcp сервера если тебя ну тебе никто не предоставляет адрес даже в ipv4 у тебя вы видели наверняка там до 169 это ipv4 да да вот который стандартный по умолчанию как ты говоришь это link local называется адрес вот здесь link local смотрите он генерируется автоматически генерируется довольно интересно в том плане что он основан на mac адресе mac адрес у нас сколько получать mac адрес как он выглядит ну там 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 здесь нам не хватает бит чтобы ну здесь не 64 здесь меньше в общем честно я а 48 это если надо дописать чтобы что-то дописать что-то надо дописать соответственно чтобы генерировать ли клокал адрес но вот сюда вот в середину дописываем сейчас я посмотрю шпаргалку в общем дописывается специальное значение просто ради того чтобы ну как дотянуть именно до 44 бит на это значение будет до 64 меня здесь 64 бита до 64 бит это значение будет это будет только что я видел это мы обсуждаем link local адреса как они генерируются легко пола адреса генерируется смотрите это такая довольно интересная тема это адреса генерировались и присваивались даже link local адреса да даже выпива 4 но вы видели если у нас нету дешевле сервера у нас на адресах появляется какой-то адрес непонятно какой он как он он там генерировался автоматически по какому-то своему протоколу потом широковечательно рассылался и спрашивал если такие адреса еще в сети и ответственно если таких адресов сети не было у нас такой адрес оставался это очень удобно если у нас какая-то локальная сетка из которой мы не хотим выходить в интернет нам ничего не надо просто мы втыкаем адреса сгенерируем ли сами мы там все по идее у нас сеть работает здесь такая же фигня но здесь получила более развитие большее развитие потому что с линкс локалами link local адреса генерируются автоматически они могут получать еще остальные параметры тоже сейчас дальше скажу смотрите у нас получается вот он сгенерировался то есть сам адрес получает справа вот здесь вот будет выглядеть вот так 1 1 2 2 потом 3 а нет вру вру неправильно пишу там же 44 будет 1 1 2 2 вот так вот да 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 1 1 2 2 это вот я пишу сейчас правую часть здесь что то есть 1 1 2 2 дальше у нас там 33 ff это то что вот фки мы вставили в середину да получается опять двоеточие ставим f и у нас остается и 44 и здесь остается 55 5566 вот такой адрес у нас генерировался даже можно а левая часть сетевая смотрите сейчас покажу сеть вот у меня включен только link local адрес на левая часть вот он полностью раскрылся левая часть у нас будет все время фе 80 видите фе 80 стандартный префикс для до для этого адреса для таких адресов соответственно дальше у меня сгенерирован тут видим у меня мак адрес 229 да вот и и вот у нас серединке видим фф фе вот такой адрес дальше что у нас появляется а у нас есть осень пи версии 6 определенного рфц в таком можете потом почитать интересно в чем в чем интерес интерес в чем интерес в том то что он в принципе генерирует также как и айпи осень пи версии 4 настраивается до примерно я сам не наставил что ну говорят что так но интересно то что у него появилось еще два состояния мы осень пи версии 6 можем настраивать так называемым стоит ли состоянии и стейтфу отличие в чем а а 10 пи а точно я запутался да 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 правильно извиняюсь олег молодец и этот осень пи мы не настраиваем в общем осень пи у нас версии 6 и там появились много прикольных плюшек про которых следующий раз мы поговорим вот и степи и степи мы настраиваем вот что мы настраиваем у нас появляется вот такая вот интересные три пункта который можно объединить мы уже говорили что айпи в 6 автоматически может конфигурироваться это называется слэк если ну сокращенное название соответственно вас как может быть у нас может быть допустим так что у нас у нас вообще нету и степи сервера сети на про что мы говорили у нас наш маршрутизатор может рассылать сообщение в сеть о том какую вот про то что как раз и левую часть как мы узнаем он рассылает сообщение о том что что он маршрутизатор по умолчанию в этой сети до на него слать и длину как раз от левой части дальше дальше правая часть генерируется автоматически на основе мак-адреса вот и она генерируется автоматически она может генерировать по идее по идее они говорят что правая часть может генерироваться там ну прям вообще произвольные до циферки там главное чтобы но они не повторялись в этой сети но обычно стандартно у нас применяется стандарт называется и сейчас напишу и у и тире 64 вот такой стандарт это вот то что я как раз показывал да с мак-адресом то что в середину еще вставляется до значения соответственно если у нас такая конфигурация слэк на узел сконфигурировался получил адрес но сетка в принципе работает но у нас нету мы не знали днс они нтп сервер да там ну какие-то дополнительные параметры мы должны указывать хотя в принципе сейчас я тоже там встречал информацию что какое-то оборудование поддерживает автоконфигурирование и чтобы он днс адреса тоже раздавал да ну в адреса днс сервера смысле вот но обычно для этих целей используются джи сипи как раз и джи сипи если вы при такой конфигурации если у нас слэк включен джи сипи мы настраиваем стейтлис то есть у нас используется слэк а джи сипи используется только для получения других сетевых параметров таких как днс сервер и нтп сервер ну еще какие там дополнительные параметры то есть у нас получается такая связка джи сипи версии 6 стейтлис и слэк если мы не хотим использовать этот слэк ну авто конфигурацию вот этого да мы делаем просто джи сипи версии 6 стейку так называемой джи сипи полного состояния вот он назначает помощь нам всю информацию что здесь интересно интересно то что в отличие 10 пи 4 версии 4 версия как мы там указан полу адресов но он выдает на по порядку все эти адреса постепенно нашим устройством раздает ничьи пишет той версии раздает просто пофигу как он может там взять вот и середина какие-то адреса там под раздать у него нет такой жесткой привязки прям вот к этому делу можно же по-прежнему серверов конечно было бы было бы было бы странно если бы не так понятно ну то есть теоретически мы можем просто воткнуть все железяки в сеть сказать что используя и пили шесть да они сам настроить а линк лока вот кстати про идентификатор зоны я еще не сказал то что мне напомнил про это мы начали обсуждать линк локал адреса просто может такая возникнуть такая ситуация ситуация конфликт когда но не то что конфликт по идее линк локал адреса нам никто не запрещает на маршрутизаторе иметь одинаковый допустим там просто так вот единичка и здесь . . единичка здесь соответственно и маршрутизатор просто хочет отправить куда-то там пакет и он не знает как вот определить на какой маршрут там да или если у нас там встречается неоднозначность просто при таких записях соответственно нас возникает идентификатор зоны который указывает нам что если ты хочешь отправить ну однозначно идентифицирует наш порт с этим айпишником в винде у нас прописывается это так идентификатор через знак процента и пишется номер интерфейса в этих в линуксах и freebsd там используется по-моему там тоже знак процента я сейчас смотрю да в линукс приложениях используется тоже также знак процента только там пишется обычно имей интерфейс там где-то аж 0 например просто в принципе нас наверно на самом деле это не особо такая используемого прям до идентификатор зоны но если вы такой встретите там проценты еще там непонятно что просто надо как-то знать и не пугаться что непонятно какая-то зона дальше что-то там дальше тоже заголовки на самом деле да если у нас самонастроилась все да все равно без держится и не обойтись потому что для выхода в интернет например все равно нужен потому что эти адреса повторяться в разных сетях шлюз тебе приехал от этого есть а да нет нет если тебя везде сконфигурируется link local да то что тебе нужен шлюз потому что у тебя даже версии 4 адресах у тебя ты можешь повтыкать адреса появится но как бы в локалку будет работать но во внешне нет ты можешь конфигурировать этот слаг слайк это как бы немножко другая фигня слайк тебя у тебя должен быть не дешевле сервера вообще не может не быть у тебя должен твой маршрутизатор просылать пакеты в сеть который задаст на это тоже ну вот да кстати вот я тоже об этом подумал когда читал про него что это получается как бы роль дешевле сервера на себя получается берет наш маршрутизатор он туда отправляет я расскажу там отправляется или не скажу каждые 200 секунд у нас отправляется специальное сообщение роутер а дверь день на читать адвертисмы эра в общем-то адвертайзме да и ну вот это вот сообщение как раз себе несут там дают нашу подсеть и шлюз по умолчанию принципе минимальную конфигурацию а правая часть у нас просто поэтому по протоколу по которым я вам уже говорил я уедет 64 она сгенерируется автоматически получается все в принципе на дешевле и и причем говорят что в последнее время он даже умеет этим указывать днс сервера то есть по факту маршрутизатор берет на себя роли дешевле сервера вот как то так я ответил на твой вопрос да мне что нравится что по идее 6 потому что очень чего не наставит ну грубо говоря да то есть тебе нужен маршрутизатор если у тебя да если у тебя роутер может анонсировать и этот шлюз по умолчанию он будет себя как бы да анонсирует он тебе дэнс сервера будет анонсировать все а может вообще тебе все этот а как он например если у всех дела идут айпишники как например подключая новую сеть айла будет разрешать между собой именно можно ли вот такие присоединить или нету кого напрашивать если целый мир сидит на этом айпи в 6 так тебе тебе просто выдаются пол адресов ты его разделяешь на подсети ну конечно да ты разделяешь на подсети и строишь там наверно сегодня не будем если честно я сразу так сходу не разобрался как там все это происходит деление на сети но на самом деле на первый взгляд это сильно легче там через чем происходит в этих четвертых адресах все считается так заголовки смотрите получается заголовок да заголовок здесь у нас всего 20 бит а здесь 40 за счет того что видите полей то стало очень 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 сильно меньше полей здесь у нас что у нас убралось поля чексума например это вот на этом олег то наверно было на первых моих лекциях да вот как раз меня спрашивали что когда мы рассматривали все протоколы там начиная самых там низких не горит на хрена везде чексума зачем на каждом этапе на проверять чексуму под эту если она про более нижних протоколов проверяется завод как раз об этом чуваки подумали и убрали отсюда чексум потому что не надо нам зачем у тебя на как ты проверяешь антасы тебе не отказывать у тебя нижние протоколы должны за это отвечать не он имею ввиду что можно же типа и капсулироваться например именно на в 6 но ты тут и говоришь что это эфисек по умолчанию он защищает так бы можно было если бы не было эфисека типа на этом уровне уже там менять пакетах что-нибудь но это другой вопрос этот чексум это не для этого придумано если у тебя побьется пакет тебе видишь ты получается в чем вообще чексум это минус большой да в том то что у нас айпи в 4 у нас была фрагментация пакеты могли биться на части соответственно маршрутизатор как у нас происходит маршрутизатор собирает весь пакет полностью считает его чексуму дальше отправляет и опять может его разбивать соответственно для каждого куска надо свою чексуму пересчитывать здесь во первых чексума убралась во вторых у нас здесь нету у нас вот этого нету про что еще говорить раз когда пакет разбиваем на несколько частей про фрагментацию блин пипец ладно в ipv6 нету фрагментации здесь а а так это значит что у нас пакет не может раз мы не разбиваем пакет мы его просто отбрасываю сообщаем клиенту что типа нихера у тебя пакет слишком большой сделай его поменьше и отправь мне заново и по тси пиво нету тси пиво есть просто в ipv4 мы могли сказать что вот нам пришел какой-то большой пакет и сделать маленькие пакеты да это как раз увеличит для увеличения производительности что может все это да да тебе может за то не надо вот это вот обрабатывать дробить пакеты проверять чексуму каждый раз там да есть ему сразу отбросил сказал все красота да и там получается сейчас скажу она на самом деле это было записано это вот одну проблему мы убрали сразу же убралось что она собралось ттл например нас нету теперь ттл вот это вот по факту ттл у нас нету ттл был придуман на как время ожидания в тайм ту лайф по умолчанию его же когда придумывали это тоже не количество это это потом стало количество вначале да это было во время обработки пакета типа того его придумали потом начали считать просто количество хопов а теперь его просто переименовали потому что но это по факту это и то есть количество хопов хоп лимит ну соответственно нас остались версия трафик класс это я не скажу вам зачем сейчас ну это видимо для коса до метка потока тоже вот такая интересная штука если честно я тоже не разобрался до конца но там получается так что у нас если несколько пакетов с одной и той же меткой потока да то они обрабатываются ну как ну как бы маршрутатор понимает что эти пакеты они как вот один поток типа того и они как-то видимо это как раз я бы не сказал нет потом другая фигня я вам скину вот такой вот большой список ссылочек прошу про все там будут и про все эти адреса и про все это дело на самом деле это просто спросит я случайно шоу знаете я могу вам почитать про этот флоу лейбл про метку потока при получении первого пакета пакета с меткой потока машинатор анализирует дополнительные заголовки но это вот эти вот которые которые у нас ездить до выполняют предписаны этими заголовками функции запоминает результаты обработки и ну там адрес следующего узла опции заголовка переходов перемещения адресов заголовка маршрутизации и запоминаю все это дело в локальном кэше дальше у нас время жизни в этом кэше составляет что-то не больше 6 секунд и дальше получается что просто все эти пакеты а вспомнил вспомнил что я хотел вот 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 то что вот свой лейбл получается он получил один пакет с одной меткой он заглянул во все эти заголовки сохранил всю эту информацию себе в кэш запишировал на 6 секунд и дальше все эти пакеты с этой же меткой flow label он уже не заглядывает каждому пакету во все эти заголовки все это потому что в кэше у него все это есть вообще экономия ресурсов вообще пипец экономия ресурсов по безопасности да там в пиво 6 есть свои проблемы с безопасностью да но проекта я ничего не дальше что у нас есть еще интересное поле next header насколько я понял честно скажу вам насколько я понял она получается указывает просто в использую те же значения какая пиво 4 для определения заголовка и просто указывают следующий заголовок того что идет ну как бы инкапсулируется в айпи в пакет получается так то что next header да здесь указывается заголовок тип заголовка типа тип тип пакета который туда у нас или который будет следующий в общем у нас это как получается как а расширение нашего заголовка вот так если так сказать что у нас указывается next header типа куда смотреть где у нас находится еще один заголовок вот так если весь известен таким простым словам это пакет в этом же пакете да я так понял что получается что ты просто можешь с помощью этого next header как бы расширить то что тебе больше надо пилот это что-то такое неизвестно неизвестно науке вот так как у нас обзор протокола пива 6 мы пойдем дальше мы не будем останавливаться подробно следующая картинка так типы адресов и адресации да вот то что надо было не пораньше вам показать это всякие лук около и вся фигня смотрите на первых типы адресов у нас остались юникаст в то есть какая пива 4 то есть когда один одному но один хвост второму при присылает да даже при этом то что нас там еще может быть много хостов вокруг мультикаст один нескольким если у нас например нету мультикаста то у нас как но это используется для потока увещания видео там или аудио или еще что-то такое допустим если у нас этого нету нас получается какой-то сервер у него там сколько-то клиентов такие вот компьютерики если у нас нету мультикаста по каждый клиент устанавливает соединение сервером и сервер каждому клиенту получается отправляет информацию до неудобно просто ну да он даже одно и то же отправляет ноту потоковым видео вот если у нас мультикаст соответственно он может сделать как он может группе устройств группе компьютеров наших отправить сразу информацию за один раз вот так то есть один сервер несколько получателей удобно за счет того что это мультикаст слушай это это надо еще дальше разбираться честно скажу я еще так нет чуть-чуть плаваю в этом деле и не каст совершенно новая фича в ipv6 в ipv4 такого не было это например вот если у нас сервера амазона да мы знаем сервера амазона они там везде-везде-везде у него есть там и ну их очень много ты был на мазан когда я про мазаном вот в общем у них может амазон веб-сервисы там где мы разворачиваем виртуалочки мы можем захотеть как там в каждой локации там у них дата-центр расположены по всему миру в амазоне amazon web-сервисы мы можем как сделать мы можем развернуть например наш этот интернет-магазин в каждой локации и назначить нашему интернет-магазину один единственный айтишник как бы все и за счет того что вот этого и ников клиент обращаясь по этому айтишнику в нашему магазину будет выбирать тот который ближе да да там там вот там используются метрики там используются поводом задействованную быть же поэтому там много подробностей как бы дает это там не знаю отдельная целая тема да вот именно про про все эти типы адресов еще можно там каждую лекцию рассказать что это не совсем нетривиально вот но вы наверное можете заметить что у нас здесь что-то не хватает по сравнению с ipv4 у нас вот у нас в ipv6 нету про от каста про от каст даже аккуратненько получилось написать нету брат каста в ipv6 то есть ну как по факту у нас нету название такого нету потому что фонар на самом деле брат каста меняется мультикастом что мультикаст выполняет те же функции что и брат каст можем бросала то дочке а почти ну почти вот так ты да 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 ты можешь просто с помощью него брат каста использовать имитировать в ipv6 не верно нет эмулирует вот его 6 нет такого слова брат каста дальше смотрите у нас получается есть несколько типов адресов link local про то что мы уже говорили который назначается локально на интерфейс у нас есть но я написал что это равно авто сконфигурировано ipv4 адреса что у нас тут я вам что-то сейчас про них расскажу начинается с fe80 я открывал настройки мы видели да вот это то есть а сеть у нас получается как и мы видели там fe80 двоеточие двоеточие дальше идет кто-то вот правая часть которых фигурирована основе мак-адреса а вообще с этим нас получается такая то есть fe fe80 двоеточие двоеточие слэш 64 это как двоеточие то есть ну поняли да что левая часть это полностью как сеть правая часть это то что вот на основе нашего мак-адреса сконфигурировано дальше unique или сайт local адреса это равно внутренним ipv4 адреса тоже новая фича появилась это вот можно так вот указать их что мы просто в какой-то момент хотим хотим сделать так чтобы наши адреса просто были не видны с интернета у нас появилась такая вот еще третья разновидность адресов так называемый сайт local адреса глобальный но не глобальный на самом деле на самом деле их судя по всему ну что я успел прочитать да что их получается их придумали типа думают о это будет очень удобно а по факту имя никто не пользоваться потому что у нас глобальных адресов как бы вот там хватает очень зашибись много куда глобально это просто публичная пиво 4 адреса нет хочу пускать то получается теперь нужен пэрулл тебе нужен фэрвал да получается ты просто фаерволом рулишь вот у тебя глобальные адреса получается и все и фармалом ты уже просто предоставляешь или не предоставляешь, сам смотришь. Примерно так. То, что про них как бы надо знать, что у нас есть такие сайт local или unique адреса, а на самом деле... А вот диапазоны... Как определить, что это сайт local? Скорее всего, да. Там диапазон нет. Вот, наверное, так, да. Ну и там, да, там в шестой версии то же самое у нас есть, как зарезервированные в IPv4 какие-то, да, диапазоны. Также в шестой версии у нас есть, у нас есть и, как, ну, аналог 127.0.0.1 и, ну, лукбэк, да, который... Вот, и там большой список. Я не стал на самом деле, хотя можно было, но, в принципе, на Википедии, сами посмотрите, там, да, там, там довольно большая куча адресов. У нас есть адреса, очень мне понравилось. Сейчас я восстановлю. Смотрите, здесь я рисовал... Что? Есть специальные зарезервированные адреса, которые используются в документации и во всяких показах и во всякой такой фигне, который начинается вот с такого значения. 20.0.1.0.D.B.8. Это типа прошитон. Это вообще, да, это специальные адреса, типа, которые вот как раз для презентации, для документации, вот. Если вы видите такой адрес, это значит, что, типа, это какая-то презентация. А, еще очень интересно про MAC-адреса. Я в какой-то момент тоже разбирался с MAC-адресами, а, и когда считал там, да, вот это, ну, как там что-то вставляется в середину, в том плане, что мы же MAC-адреса можем задавать руками и же правильно указывать, или MAC-адрес обычно там генерируется этим, ну, устройство производительное просто, да. Вот. Соответственно, этот MAC-адрес, который мы делаем сами, он называется как-то локально администрируемый, типа, по-правильному, там есть правильное название для этого. То есть, которое можно менять? Менять мы можем все, но если мы начинаем его менять, то MAC-адрес уже называется не просто MAC-адрес, типа, а администрируемый, по-моему, локально администрируемый, так и называется там новый термин. И там интересно с MAC-адресом в том, что, по идее, обычно как там берут и MAC-адрес задают, а? А? Не, можно не думать. Вот. А? 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 Вот. Нам MAC-адрес обычно как берут, там, по кнопкам потыкал, там, примерно, да, там все равно и взял и задал какой-нибудь, ну, какой тебе захотелось, типа того. На самом деле так делать нельзя. Мы должны, ну, если по-правильному, да, вот как с этим обозначением, вот, с обозначением IPv6-адресов, да, также хорошим тоном считается в MAC-адресе указать, там, то ли во втором бите, то ли, в общем, в начале, там, указываем битик, мы меняем, ставим единичку, и, типа, если ты смотришь на этот MAC-адрес и видишь, там, вот, именно в этом месте единичку, то ты понимаешь, что этот MAC-адрес задан администратором, а не не устройство. Ну, и почему это автоматически не сделать? То есть, если ты меняешь, то, чтобы сразу тебе вот именно ограничивать вот этим. Ну, я знаю, ты любитель автоматизации, да, ну, по идее, это вот так. Руками, руками. В MAC-адрес ты руками пишешь. Вот. В принципе, что тут? Тут у меня еще есть один слайд, вот, про что я говорил, но, честно, я, наверное, не буду рассказывать, потому что я сам еще до конца не разобрался вот с этим делом. А? Попробовать? Чуть-чуть рассказать, да? Смотрите, у нас здесь появляется вот что я вам говорил, что у нас по факту состоит из, ну, стандартно состоит из двух частей. Как бы первая часть, это, о, правая часть, это интерфейс ID, то, что если link-local, который сам генерируется. Это левая часть, глобальный префикс и, вот, subnet ID. Вот, что нам интересно, да, вот, Ваня, ты говорил, типа, про сети. Когда мы с помощью вот этого subnet ID мы разбиваем вот этот вот большой пул, который нам выдали адресов, мы разбиваем на подсети. Вот. Наверное, в следующий раз я стопудово разберусь, как это все считается, покажу вам. И там, получается, как там, на самом деле, очень, очень удобно все это считать. Ну, в плане, что нам выдали префикс, например, обычно, вот, global routing префикс 48 бит. То есть, это 28 бит пакет увеличивается еще на 48 бит? Нет. Он просто, да, начинает делиться. Вот это вот 48 бит, смотри. Просто по твоей схеме как бы 64, 64 и еще 48 бит? Нет, нет. 64? 64 бит. 64 бит. 64 бит. Блин, чисто графически, надо было тогда вписать сененькое, красненькое. Ну, вот, как-то да. Ну, блин, я встырил картинку, это не я рисовал. У меня есть отмаза. Да, оно как-то получается, а, вот это равно вот этому отвратительному. Отвратительная инфографика. Тисадмин надо рисовал. Вот, смотрите, не будем отвлекаться. Получается, ну, сколько он? Здесь 16 бит еще, да, если так считать. Значит, соответственно, у нас 16 бит, мы можем еще задать, вот, насколько сетевых, ну, как бы, сетей побить, да. По идее нам этот, вот это вот Global Routing Prefix, это то, что нам выдает провайдер. Нам провайдер выдает какой-то блок адресов. Он нам говорит, этот Global Routing Prefix, допустим, вот у тебя 48 там, да, или он может быть там, не знаю, вот так вот отрежет нам там, скажет 52. Может, в другую сторону, на самом деле. Потому что, по факту, ну, как бы, никто не ограничивает провайдер, тебе может выдать, может быть, у тебя там, пипец, может быть, ты сам уже почти провайдер, да, и тебе надо очень-очень много адресов, да. Ну, очень много, даже не адресов, а сетей. Соответственно, ты можешь получить там 46, например. Вот, как бы, мы уйдем, получается, в эту сторону, ну, как бы, вот здесь у нас будет деление. Значит, и сетевая часть, соответственно, у тебя будет больше. Ну, понятно примерно, да, что если 52, то у нас, получается, Global Prefix вот такой вот большой будет, и до сюда, а сетевая часть маленькая. Ну, соответственно, как бы, это, это все зависит от того, как нам выдаст провайдер. Вот. Ну, вот примерно так, да. Что маска может быть не больше 24. Да. Ну, потому что адрес стандартный вот это вообще. То есть, в самой маленькой сети у тебя там уже дофина айтичника. В самой маленькой сети вот ты можешь получить вот сюда вот айтичника. Да. Да. Получается так. Да. Это больше, чем... Да хрена. Хотя больше, чем вся одна сеть, вся глобальная сеть IP4. Получается, да. Очень, 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 очень много адресов. Вот. Ну, спасибо. А ты расскажешь про IP624. Трансляция. Трансляция. А, адресов.